Добрый день, дорогие зрители! Сегодня больше опытник, чем прием, но все равно его так будут называть. Название Charge Harbour. В основном из-за того, что с него вы хорошо можете перемещаться, поэтому и Charge. Harbour, что в переводе с английского гавань или убежище, так как с него можно вполне неплохо затаиться на четвереньках и прыгать в любом направлении. Перейдем к параметрам. Не очень, конечно, похода для новичков по сложности, так как здесь и хоть и немного задействованных мышц, но потом есть еще некоторые нюансы. Чтобы сделать какие-то крутые му, надо хорошо знать прием и попробовать в нем разные движения. Поэтому в данном видео будут показывать несколько вариантов этих движений. Сложная часть приема это переход со 2 на 3, так как много задействованных мышц, хотя опытный в этом разберется и быстро все сделает. Конечно, есть еще утилиты для этих самых приемов, но сейчас не о них. Касаемо основных параметров. Дальность на втором ходу и на третьем получается прыжок на врага, за счет которого вы и достигаете его. Можно сказать, что высоко в принципе, но прыжок есть прыжок. На третьем такая же ситуация, хотя если вы захотите перекрутиться вокруг своей оси и попытаться делать удар на огонь, но тоже получится, не получится. Сила и скорость на высоком уровне от руки на втором ходу. На третьем зависит больше от ситуации, атак на среднем где-то примерно. Траектории в принципе доступны любые, однако здесь есть некоторые проблемы с боевой частью. Второй ход это только рука, на третьем вы летите масса на врага и там конечно больше всяких вариантов. Защита как по мне так на высоком уровне, причем на любой стадии до третьего и четвертого хода. К примеру, первый ход вы защищены от быстрых атак, на втором вы можете уйти на четверих, из-за чего боковые. Атаки могут пройти над вами. На третьем вы прыгаете на врага с рукой и ногой перед собой. Конечно, может попасть по голове, но вы скорее всего сможете легко защититься от такого удара, просто падая и приподнимая руку и все. Уязвимости тут хватает. Если вы захотите ударить рукой, то само собой это подставляется голова. Если уходите вниз на четвереньках, то проблем будет достать врага сверху, потому что вы где-то внизу. Хотя, с другой стороны, чем ниже кукла, тем лучше. Если вы на четвереньках, то у вас по определению открыта какая-то часть тела. Где-то будет неудобно, где-то удобно защищаться. В целом, прям интересен и подойдет для многих модов. Правда, с каким-нибудь фреймом не выше 75 или тех же 50-60, наверное, не очень будет. А так, вы появляетесь за три хода, ложитесь, затем прыгаете на врага прямо как Пардус. Что за слово-то такое? Там, если еще подрегулировать с джойнтом с первого на второй ход, то можно сделать и более сильные прыжки. Разберемся, в общем. Дальше идут уже вариации, которые на самом деле куда больше. Но тут больше для тех, кто уже немного подразобрался в игре и знает для чего опенинги. После вариации вы увидите игру в мультиплеере, в которой сможете оценить данный прием против разного игрока, чтобы немного понять, как примерно действует такая вот нехитрая комбинация джойнтов. Возможно, вам понравится. Обязательно пишите об этом в комментариях, что вы думаете по поводу данных приемов и опенингов. Везет мне на высокий пояс, правда не очень везет с хозяином этого самого пояса. Думаю, что ты хороший игрок, а потом получается, что отконектил там посередине игры. Что касаемо раунда, здесь на первом ходу видно, что правая рука и левая нога защищают меня. Враг же решил сделать ставку на то, что я пойду в атаку, либо и вовсе на третий ход. Ну или банальную ошибку совершил. А я как честный черепашка решаю, что мне надо встать на четвереньки, посмотреть, что сделает дальше мой оппонент, так как он меня явно не задевает. А если бы задевал, то скорее всего попал бы по мне, но сильно подставил бы голову, так как он все-таки делает атаку от руки и тем более еще и там перекрутило бы. Конечно, он не очень удобно ко мне подлетел, ну как для меня, так и для него. Тем не менее, я задеваю его первый раз, а на второй даю по голове и отлетаю. И тут он берет и выходит. Блин, против высоких уровней интереснее играть, а они берут и выходят. Печалька. Здесь мне попался человек с тактикой полена. То есть он на первый ход пропускает и смотрит мое первое действие. На втором из рук делают пики, чтобы я на них наткнулся. Однако в том случае, если я иду в атаку. Правда, момент спорный, так как из-за его наклона я мог бы с высоким шансом попасть в голову. Это уже надо как-то моделировать ситуацию, что наступает третий ход, мой враг решает продолжить свой деревянный стиль игры. У меня же наступает выбор того, как атаковать врага. Я выбираю самое простое, пытаться достать рукой. Однако враг как-то ухитрился уклониться за счет везения и сам слабо атакует, но в мою руку, которую я атаковал. Дальше я как-то не досмотрел, да и вообще забыл, что я в ушу играю. Поэтому касать головой танцполя... ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ! Ну и само собой, на этом игра заканчивается. Честно говоря, мне не очень нравится против такого стиля игры играть. Ну, как-то не очень интересен самому себе. Нет, конечно, это не значит, что я не могу ему противостоять никак. Ну, неинтересен. Хотя у самого такие заначки имеются приемы. Здесь просто обычный новичок. На них обычно также хорошо показывают приемы, особенно простые. Конечно, видно, что мастер бы, скорее всего, накостылял бы мне в данной ситуации, но здесь также можно увидеть, что могло бы быть при некоторых неправильных движениях, но мой мини-миксер удался. Тут особо ничего комментировать не надо. Так, а теперь вопросы к вам, зрителям. Меня вот интересует следующее. Часто ли вы посещаете группу ВКонтакте и сообществ Тарибаш? И что вы думаете по поводу этих двух, скажем так, форумов? Все-таки это все лицо русского Тарибаш, и это очень важно, чтобы они были на высоком уровне, не шли на одно. А как вы считаете? А на этом все. Пишите в комментариях, чтобы вы хотели увидеть меня на канале. Ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравились вам или нет. Обязательно, если вам нравится канал, то делайте это действие. Все-таки жизнь любого канала зависит именно от этого. А на этом все. С вами Билл Миллер, 029, и его канал М029. Всем спасибо, пока. Да и подписывайтесь, а не забывайте. Субтитры сделал DimaTorzok